Как я упоминала в предыдущем ролике, я сейчас не дома, поэтому графики выглядят немного по-другому. Несколько золотых правил дейтрейдеров. Первый час открытия рынка содержит самую критическую и самую важную информацию на весь день. Очень часто он определяет важные уровни поддержки и сопротивления на целый день. Если рынок открылся сильно, а в пятницу он открылся сильно, это минутка. Три минуты он думал, дал возможность выйти медведям, целых три минуты, а потом убежал. Три минуты думал, четыре минуты прошли десять пунктов. Open drive, drive на открытие рынка, и это признак убегающего рынка, сорвавшегося с цепи. Очень важно понимать такой день. Все говорят, что трейдеры на площадке зарабатывают деньги. В такой день они теряют недельный заработок, трейдеры тоже люди. В спокойные дни, когда мы находимся в диапазоне, как здесь, дейтрейдерам, которые используют технический анализ, более-менее понятно, что делать и как зарабатывать. Однако в тот день, когда трейдинг-диапазон постоянно расширяется, крупные таймфреймы могут войти в рынок, втянуться в рынок. Их участие очень быстро начнет доминировать дейтрейдеров. Если дейтрейдер вовремя это не распознает, раздавит. Скальперы, которые играют на открытие рынка, не ждут 15 минут. Это самые опытные трейдеры. Они работают на интуиции. Мы открылись с ГЭПом. Неопытные люди стали работать на закрытие ГЭПа. Всего 4 пункта. Почему бы не закрыть? Вернемся на 5 минутку. Рынок сорвался с цепи. Импульс вверх. И потом моментум немножко замедлился. Мне 859. Моментум может остановиться по двум причинам. Вступают в игру игроки с противоположной стороны. Кто-то начинает продавать или скальпировать. И второй способ постановки движения, импульсного движения. Люди, которые сделали профит, знают, где им стоит его взять. Где, скорее всего, они встретят сопротивление. Point of control на сегодняшний день. Она работала целых 10 минут. И она работала для скальперов. Есть люди, которые скальпируют против тренда и зарабатывают. Если они знают, где у них есть вероятность успеха. Некоторые просто не могут идти с трендом, когда он такой сильный. Не верят ему. Итак, поставила еще немножко уровней на 5 минутку. В предыдущий день мы закрылись 840.25. В пятницу мы открылись 44.25. Всего 4 пункта. В первые 3 минуты мы прошли ровно половину этого гэпа. Это был знак, что открытие слишком сильное. Мы не смогли закрыть гэп. Прошли только половину. И какую половину? Два пункта. Говорит Тониача. Да и трейдеры, которые знают только свои таймфреймы. 5-15 минут. Не понимают, что происходит. Кроме того, что гэп не закрылся. Да и трейдеры, которые понимают, кто командует рынком, готовы к этому. Мы знаем, кто отсутствует в рынке сейчас. Большие таймфреймы. Потому что мы в диапазоне. Потому что мы не можем идти вниз и не можем идти вверх. Присутствуют свинтрейдеры. Свинтрейдеры увидели конец аукциона вниз. Конец тренда вниз. Когда был очень большой импульс вниз. Также на импульсе объема. Это объем. Обычно, когда совпадают два импульса, аукцион торговли на понижение заканчивается. Рынок разворачивается и идет в другую сторону. Свинтрейдеры в этом участвуют. Кто такие свинтрейдеры? Они посматривают на дневной. Дневной у них якорный график. Потому что они слушаются и повинуются. Это их господин. Но торгуют они чаще всего 60 минут. 5-минутка в пятницу. Прорвал. Здесь вступили в игру другие таймфреймы. Какие? Какие таймфреймы я смотрю? Меня задают вопрос. В разное время разные. И сейчас у руля находится свингера. Свинтрейдеры. Это тот график, который может привести к взрывному движению. 60 минут. Начало января. Вершина. Отскок к концу января. Сюда смотрят свинтрейдеры. Это их график. Большинство играет 60. Здесь добавляют к своим позициям. Это прорыв треугольника. Если я как дейтрейдер это знаю, то я понимаю, что происходит на 5-минутке. Это не ловит меня врасплох. Я не собираюсь закрывать гэп. Я понимаю, что сейчас на гэп смотрят таймфреймы от 5 до 15 минут. А доминирует сейчас 60. Говорю урывками, когда есть время. Я нахожусь в многоквартирном доме, поэтому любой шум может случиться в любую минуту. А добьем день, пятницу. Рынок беглец. В такие дни одна сторона обычно в ловушке. Или стороны long, или со стороны short. Угадайте, кто в ловушке. Кому больно, кто раненый и возможно убит. Поэтому правило, еще одно золотое правило, да и трейдинга в такие дни. Даже и не думайте поймать вершины в такой день, если мы движемся вверх. Даже и не думайте поймать bottom, дно в такой день, если мы движемся вниз. Другие правила работают в этот день. Какие? Как мы уже поняли, пойманы медведи. И медведи, я потом немножко позже объясню, самых разных таймфреймов. Да и трейдеры, которые попытаются войти в рынок и сделать деньги. Как и свингеры, которые хотели продолжать тренд вниз. Дневные таймфреймы, которые заявляют, что тренд is my friend, и тренд сейчас идет вниз, как мы знаем. Пойманы сразу много игроков. И им всем больно. Мы умные, поставили стоп-лосс на прорыве треугольника. Самые умные знают прекрасно, что первая потеря – это самая маленькая потеря. Если сидеть долго и долго, иногда несколько минут, потери могут быть смертельными. Что происходит в такой день? Брокерские компании, у которых есть счета с позициями счет, звонят своим клиентам или посылают имейл. Margin call. Закройте позицию. В течение дня медведи, которые еще что-то соображают, закрывают свою позицию, покупают и поддерживают цену. Не дают ей упасть. Примерно в конце утреннего времени, в Чикаго на 2 часа разница, где-то в районе 10 часов утра, брокеры начинают закрывать те счета, владельцы которых не в состоянии сделать сами. Заморожены. Они ликвидируют все позиции. Раненые медведи или выталкиваются здесь окончательно, или их счета закрываются, их позиции закрываются брокерами. После обеда трейдеры, у которых больше капитала, достаточно капитала выстоять, теряют последнюю надежду выхода из рынка на выгодных условиях. И в обед, в обеденный перерыв потихонечку выходят. Плюс, все остальные игроки, профессионалы, знают прекрасно, кто страдает, и они сцепятся в горло, и не отпустят, пока не возьмут то, что им принадлежит. Они будут гнать цену вверх, зная, что на каждом следующем уровне будет новая группка медведей, которая будет вынуждена выйти из позиции. Или чтобы сохранить капитал, или потому что не хватает капитала. Марджин кол. Он развивается в течение дня на разных уровнях. Первый марджин кол. Брокеры. Второй марджин кол. Как мы уже знаем, в течение дня есть игроки, которые играют на понижение весь день и увеличивают позицию. Думают, ага, здесь не заработал, войду в более выгодной цене, и моя цена будет в среднее лучше. И делают это целый день. Те, которые не соображают, что делают. Таких много. Везде. И за компьютерами, и на площадках. Потому что раз они попались, эмоции вступают в игру, и не способны трейдеры соображать, мыслить логически. Что случается в конце рабочего дня? После трех часов, моих двенадцать. Примерно двенадцать, пятнадцать, двенадцать, тридцать. Эти игроки, которые пытались поймать вершину целый день, они должны закрыть позицию. У них обычно капитал на внутридневную торговлю. Нету достаточно марджин, чтобы держать позицию до следующего дня. Вот это называется пайкерс ран. Они должны закрыть медвежьи позиции. Они должны купить. И опять другая сторона, которая понимает, что здесь происходит, не будет подавать милостину. Она попытается загнать рынок вверх и взять свой профит. В этот раз двенадцать, пятнадцать, три пятнадцать, Нью-Йорк. Как по часам началось движение вверх. Итак, я уже говорила, что я сижу в квартире, и звуки бывают самые разные. Я не могу их контролировать. Так что, если идет шум, ничего, переживем.